Воля Божья Воля Божья, написано, есть освящение наше, так? Воля Божья есть освящение. Поэтому в направлении освящения Господь сам трудится над нашим характером. Это Он даёт нам силу не гневаться, не ссориться, но любить ближнего своего. И Он говорит, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрие, кротость, долготерпение. Он побуждает нас не заботиться, не изнуряться в этом бесполезном деле, но возложить всё упование на Него. Вы знаете, это каждая мысль, отдельно можно остановиться и размышлять над ней. Я работала в Узбекистане с группой девочек. Они были многих национальностей, многих динаминаций, чудные девочки. И знаете что, это была этика у меня. И я дала им, такая часть занятий наших была в том, что и четвёртая глава эфесянам, где вот эти все такие советы даны, не гневаться, терпение иметь. Вот, я дала так, чтобы каждая могла об этом сказать. И это были такие интересные рассказы, такого глубокого содержания. Но вот одна девочка встала и говорит, прочитала стих, ей был дан. «Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Она говорит, я раньше работала в торговле, я воровала. Когда я покаялась, я поняла, что это делать нельзя. «Не кради» я восприняла довольно быстро. Но я долго не могла воспринять следующую часть. Но работая своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Это потребовало от меня большого, и большой молитвы, и трудов, и стараний. Потому что, если раньше я стремилась-то всё себе брать, то сейчас я должна не только не воровать, а я должна от себя отдавать совершенно обратный процесс. Я только благодаря этой девочке поняла, что здесь действительно о невероятном говорится. От такого движения к себе и о себе, к такому движению отдать. И она говорит, это имело такие удивительные результаты во всей моей жизни, что я теперь, когда посещаю семьи, людей с проблемами, я всегда спрашиваю, а ты уделяешь нуждающемуся или нет? То есть она это первым делом ставит вопрос. Сразу видно состояние духовного человека. Понимаете как? Потому что отдавать, говорят, это трудно, но это потом делается, вы понимаете, делается какой-то привычкой. В радость. Что, говорят, я слышала такое, что люди, которые кровь сдают, и если они потом прекращают сдавать, они очень плохо себя чувствуют. У них уже весь организм настроен, они должны отдать. И восполнение потом идёт. Так же и тут Бог восполняет. Это всё, когда на практике всё это увидишь. Вот такие у меня были чудесные девочки, такое глубокое слово так переворачивает. И она так откровенно всё сказала. Я была вот так. Сейчас я поняла совсем по-другому. И вот это вот Бог даёт нам, Дух Святой даёт нам силу не гневаться, не ссориться. Ну потому что вы знаете что? Да, научный взгляд на старость, мы говорили с вами, что люди добродушные, у них легче к старости, они в старости приятнее. Да, чтобы не ссориться, да, чтобы иметь милосердие, чтобы иметь терпение. Но вы понимаете ли, провозглашая эти истины, не дано никакого пути, как этого достигнуть. Самое большее, человек начинает работать над собою, самосовершенствование. Лев Толстой, он очень уважал самосовершенствование, проповедовал его, и в своей жизни пытался осуществить. И он был человек вспыльчивый. Подавление желания, разве оно меняет человека? А? Подавление желания, может изменить человека? Вот он подавлял. Подавлял, подавлял. На север дневеке пишет, удалось мне вот неделю прожить так. Ну а на второй неделе он взорвался так, что страшное дело. Ну да, то есть выход всё равно он будет. Всё равно. Можно ещё вопрос? Ну да. А вот вы, есть такое упоминание, что допустим, вот помните, индивид или личность разница. Вот, личность, она заканчивает когда-то своё формирование в какой-то период жизни, допустим, вот, зрелости, или там как? Какой период? Или нет? Или личность формируется всю жизнь до смерти? Всё, всю жизнь. Всё, понял, спасибо. Всю жизнь. И вот это вот какой-то проповедники такой пример привёл, что вот из крана хлещет вода. И можно, конечно, бегать с ведрами и тряпками эту воду вот, но можно кран закрыть. Ну да. Понимаете, вот эта разница. Самое совершенственное, это всё бегать с ведром и с тряпками. А кран закрыть – это когда ты Бога предоставляешь. Причём здесь вот какая интересная закономерность. Если ты хочешь от чего-то избавиться, это я уже делюсь как опытом, потому что всего в характере имеется. Но я должна от чего-то отказаться, и я должна сказать это вслух, что, Господи, это мерзость, я не хочу этого, я отрекаюсь от этого. Убери у меня это. Я не хочу. Но здесь нельзя хитрить. То есть я говорю, а я на самом деле держу это всё. Подсознание где-то, люблю это, да? Да. Вы понимаете, когда я искренне отказываюсь, достаточно это исповедать. Через некоторое время у тебя это исчезает. Я не могу сказать, через какое. Может, у каждого индивидуально. Исчезает оно это. То есть я в самом деле это не хочу. И пред Господом говорю, что я это положил сду на мой язык. Потому что всеми выскакивает что-то обидное, что-то осуждающее. Понимаете ли, мне отвратительно это. И вот Господь это всё сам делает. Я не знаю, как Он это делает. Тут очень так же, когда обиду мы приносим. Убери эту обиду. Она уходит, обида. Просто я в каком-то курсе, то ли в вашем, то ли нет, слышал заповедь «Не возжелай», допустим. Если я буду ходить и говорить себе «Я не буду желать, я не буду желать». Это бесполезное дело. Это бесполезно. Это наоборот подвигает к тому, чтобы возжелать. А вот идея, я не помню, кто говорил, честно скажу, что заполнить разум, заполнить мозг христиан делами или чтением, или научением, чем-то заполнить вот это место, в котором написано «Не возжелай». Вы знаете, что, во-первых, ситуации надо понять. Надо понять, почему это плохо. А, это у Баркли, вспомнил. Да, ну вот. Ещё такое, это всё с Запада такие образы приходят. какого ты будешь, какого ты человека ты будешь кормить. Вот нового человека или ветхого человека. Так, ну вот. То есть Господь сам трует над нашим характером через Духа Святого. Это очень большая разница между научным взглядом и библейским взглядом. Научник констатирует проблему, но не даёт выхода из неё. Да, ещё тут мы говорили, побуждает нас не заботиться, не изнуряться в этом бесполезном деле. Вы знаете, что мы должны делать то, что нам должно. И труд наш, и заботы домашние, мы всё делаем. Мы не должны заботиться, то есть покоя не иметь. А хватит ли, а успею ли я, а всё ли у меня есть, а не опоздаю ли я. Они, понимаете ли, как мы никогда не знаем, что из чего произрастёт, что к чему приведёт, какой будет конец того начала, которое мы начали. Я никогда иду в лесу, я выбираю дорожку или эту, или ту. Ну, я, допустим, избрала эту дорожку, но я не знаю, что там будет. Там будет болотина, там будет овраг какой-нибудь, тупик, что там, я не знаю. И поэтому, мы идём по жизненному пути вот с доверием Господу, помолившись, предавши Ему путь, мы идём. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой, и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Заботиться – это всё равно, как качаться в кресле-качалка. Движение есть, а никуда не пребываешь. Ну, движение есть. А пользы никакой. А пользы никакой. Поэтому возложить упование на него. Придать путь. Мы всегда, когда в путь идём, мы всегда же предаём путь, потому что мы не знаем, что и как там случится у нас. Господь собирает верующих в церковь. Это что-то совершенно удивительное. Мы все найдены Богом где-то, как-то, а потом Он собирает нас в церковь. И даёт каждому большую семью. Господь сказал, что Он одиноких вводит в дом. Вы понимаете, что проблема одиноких людей решается в церкви. В церкви нет одиноких. Обеспечивает каждому широкий круг общения. Это место, где пожилые могут общаться с молодыми. Детям Он даёт защиту. В каждой церкви есть служение милосердия, чтобы старый не был оставлен без внимания. Никто не умирает в одиночестве. Вдовы получают утешение. Бедные накормлены. Вы знаете, что это удивительно просто, как Господь об этом заботится. Я помню, когда мы была у нас этот, я сейчас забываю, как это называется, когда мигом упала ценность рубля, я поняла, что я могу купить только буханку хлеба на всю зарплату. Дефолт. Дефолт. Нет, это дефолт уже. Ну, в общем, понимаете ли, и как тогда начали приходить посылки, и посылки приходить из Германии с простыми вещами. Мука, крупа, масло подсолнечное. И как раздавали всем в церкви, и всем в округе делились. сейчас это у нас продолжает делаться, но для неимущих. Церковь имеет эту заботу. Вот. И в церкви много долголетних людей. У нас раз в месяц поздравляют тех, кому круглая дата, там, 60, 70, после 80 каждый год празднуют, отмечают. И вот, значит, брат выходит читать и читает по порядку. 104 года, 102 года. Ну, их уже, как правило, в церкви не бывает, они дома, но они есть у нас. Но они ещё в церкви. Да, их, конечно, домой пойдут к ним с коробочкой и с открыточкой. Но они, в церкви много долголетних людей. И ещё, вы знаете, что есть комплекс неполноценности? Такой комплекс есть у людей мира этого. Это очень распространённый. Когда человек низко оценивает сам себя, и от этого и другие низко оценивают его, так вот, верующие, они не должны страдать от низкой самооценки. Бог сказал каждому, ты дорог, многоценен в очах моих, и я возлюбил тебя. Это сказано для каждого. Ты дорог, многоценен. Вы помните песня песни обращается «Возлюбленная моя?» Так можно отнестись к каждому. Возлюбленный мой, возлюбленная моя. Дорог и многоценен. Отчего и почему мы понять никогда не поймём. Поэтому очень часто люди думают, ну, я не так хорош, чтобы меня можно было любить. но Господь покрывает всё это и говорит «Ты дорог». И помните это, как пастырь за одной овечкой идёт. Нам очень много примеров такой любви. Верующий в Бога на пенсию не выходит, этой проблем не имеет. Он всегда имеет труд в церкви. самый драгоценный труд для старых – это я стала недавно осваивать – молитва. Старому человеку легче молиться, чем молодому. Молодой отвлекается, а старый входит в молитву естественно. Он пребывает в ней, он дышит ею, он открывает глаза и славит Господа. Он принимает пищу, он славит Господа. Он свечает своих друзей, он благодарит Господа за них. Это постоянная молитва, причём это появляется в старости как-то дыхание. Кризис жизни, учёные обратили внимание, то, что мы говорили кризис жизни, середина возраст, 60-65, выход на пенсию, кризисы, это учёные заметили. Но для верующих это знаете что? Это моменты, когда происходит больше всего покаяние. Это во благо они оборачиваются. Время покаяния и спасения становятся. И ещё во внутреннем мире верующего человека происходит выработка нового мировоззрения, самоопределения, самопознания, познания Бога. Это счастливое время. Ну вот и последнее отличие это то, что во внутреннем мире верующего человека происходит выработка, всё время выработка мировоззрения, самоопределение, самопознание и главное познание Бога. Это его счастливое время. Я хочу подчеркнуть выработка мировоззрения. мировоззрение верующих людей отличается от мировоззрения мирского. И получается, что верующие люди, они всегда особенные, плывущие против течения, имеющие на всё собственное мнение, библейское мнение, и живущие соответственно тому, что Господь говорит. Это часто приходит в противоречие с тенденциями жизни окружающей общества. Вы знаете, что Горький наш писатель он сказал такое психологическое наблюдение сделал, что характер человека вырабатывается, человек формируется, человек формирует его сопротивление окружающей среде. Человек, которого окружающий мир вылепляет по своему образу и подобию, это человек неинтересный, это человек пошлый, это человек толпы. Все за мясом, и он за мясом, все за чем-то еще. Понимаете, вот такая вот толпа. А человека формирует его сопротивление среде. Так это касается прежде всего высшей степени верующих людей. Сопротивление среде. Когда ты не бежишь со всеми, не ходите с большинством, говорит Господь, не участвуйте в мятежах, не ходи за большинством. вырабатывается свое мировоззрение, самоопределение, самопознание и главное познание Бога. Поэтому время земной жизни верующего это счастливое время, особенно в старости. тепло, чтобы ... лети... göл и в Les лети... до 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 Субтитры создавал DimaTorzok